Hi, my friends. We continue our playlist. Итак, друзья мои, давайте с вами перейдем некоторые предложения. Это интересно. It's interesting. Я интересуюсь этим. I'm interested in it. Мы сами знаем конструкцию. Интересоваться чем-то. To be interested in something. Я чувствую себя заинтересованным. I feel interested. Здесь может быть достаточно просто. Но самое главное понять. Когда мы с вами используем ing на конце. And when we use ed. Давайте более сложный пример разберем. Чтобы понять разницу. Новости шокирующие. Новости. The news. Шокирующие. Is shocking. The news is shocking. Новости шокирующие. Я шокирован новостями. I'm shocked by the news. By или at. По умолчанию используем by. I'm shocked by the news. То есть видите, здесь ing. Здесь ed. И не всегда понятно, в чем разница. Значит, если мы описываем какие-то вещи. When we describe something. Мы используем ing. Ведь мы описываем какие-то вещи. The news is shocking. Когда мы говорим о людях. Соответственно, я, например, заинтересован. I'm interested. Или используем конструкцию I feel. То есть конструкция с to be. Или конструкция с feel о людях. Мы используем ed. I feel interested. Смотрите. В чем разница? Смотрите два этих предложения. She's interesting. She's interested. Значит, грамматически и то, и то предложение правильное. Но здесь, правда, разный смысл. Смотрите. She's interested. Мы описываем ситуацию. То есть она интересная. То есть она интересная как человек. She's interested as a person. Как человек. Мы описываем, что, например, фильм интересный. The movie is interesting. Канал интересный. The channel is interesting. And so on. Но как только говорим мы о человеке. То есть, соответственно, что он делает, он или она. Что чувствует. То мы используем ed. She's interested. Она заинтересована. She feels interested. She's interesting. Она интересная. So maybe this boy likes her. Or maybe this boy loves her. So he can say she's interesting. Okay? But you see she's interested. Means she's interested in something. В чем-то. Далее. Далее. Эти результаты поразительные. Эти результаты. These results are поразительные. Amazing. These results are amazing. Тоже видите, мы описываем какую-то вещь. Просто ing. These results are amazing. Теперь скажем. Я поражен этими результатами. I'm amazed by these results. Тоже amazed by let. По умолчанию используем by. I'm amazed by these results. Я поражен этими результатами. Тоже можно в любом времени говорить. I was amazed by these results. And so on. Okay. ing and ed. It's interesting to be interested in something. I'm interested in it. I feel interested. The news is shocking. I'm shocked by the news. She's interesting. She's interested. These results are amazing. I'm amazed by these results. Далее. Попробуем сказать. Это так удивительно. It's so surprising. It's so surprising. Так удивительно. Я действительно удивлен. I'm really surprised. Так же наше правило работает. I'm really surprised. Далее. Я разочарован этими новостями. Я разочарован. I'm disappointed. Этими новостями. Значит, обычно принято употреблять disappointed with. I'm disappointed with this news. I'm disappointed with this news. Так же встречается about, by, at. Но обычно with, поэтому по умолчанию используем. I'm disappointed with this news. Эти новости. Эти новости. Эти новости. Эти новости. The news. Так и разочарующие. Эти новости. От этого Of it Tied off I'm really tired of it Это так утомительно It's so tiring It's so tiring Далее Значит, это такая нелепая ситуация Это такая неловкая ситуация Прилагаетное слово embarrass Как мы сами скажем Такая нелепая ситуация Is such an Еще надо правильно написать это слово Как вы думаете, правильно слово написано или нет? Double R and double S It's such an embarrassing situation Это такая нелепая ситуация It's such an embarrassing situation Нелепая, неловкая И другое предложение Она была действительно растеряна Или сконфужена, сбита с толку Это все означает нужное нам прилагательное Она была She was Сконфужена Растеряна She was Embarrassed She was Embarrassed She was embarrassed She was really embarrassed То есть это когда какая-то неловкая ситуация Говорим, что She felt embarrassed Она чувствовала себя неловко Embarrassed Yeah As it's already been said Как уже было сказано We need to use double R and double S Yeah I hope that you noticed it Надеюсь, что вы это заметили She was embarrassed Она чувствовала She felt She felt Just конфуженно Неловко Embarrassed She felt embarrassed Далее Повторим еще один пример It's so surprising I'm really surprised I'm disappointed with this news This news is so disappointing I'm really tired of it It's so tiring It's such an embarrassing situation She was embarrassed She felt embarrassed Далее скажем Мне наскучил урок I'm bored With the lesson I'm bored With the lesson Bored with Урок Такой скучный The lesson Is so boring The lesson Is so boring I'm bored With the lesson The lesson Is so boring И здесь еще мы с вами посмотрим Некоторые конструкции В дополнение к этому разберем Итак Конструкция Позволять Кому-то что-то делать Это Let somebody Let somebody Do something Ее родители Позволили ей Пойти туда Ее родители Your parents Позволили ей Let her Let, let, let Пойти туда Go there Обратите внимание Видите, здесь нету Как раз To Your parents Let her Go there Например Его отец Позволил ему Остаться дома Его отец His father Позволил ему Let him Остаться дома Stay at home His father Let him Stay at home Другая конструкция Хотеть, чтобы кто-то что-то сделал Want someone To do something Мы с вами это разбирали, но вкратце повторим Я хочу Чтобы ты избавился от этих ошибок Я хочу I want you To get rid of these mistakes Вспомнили I want you to get rid of these mistakes Далее Также еще иногда используется конструкция allowed Разрешено Например Ему не разрешено Уходить из дома Ему не разрешено Ну, соответственно Если Present simple Isn't Или Aren't allowed To be allowed Конструкция To be allowed To do something Ему не разрешено He isn't allowed He isn't allowed Уходить из дома To leave home He isn't allowed To leave home Значит Ему не было разрешено Играть в компьютерные игры Ему не было разрешено He wasn't allowed Играть в компьютерные игры To play Computer games He isn't allowed To play computer games Итак, повторим I'm bored With the lesson The lesson Is so boring Let somebody Do something Her parents Let her go there His father Let him stay At home Want someone To do something I want you To get rid Of these mistakes To be allowed To do something He isn't allowed To leave home He wasn't allowed To play computer games Далее Значит, также еще конструкция Вынужден Значит, он был вынужден сдаться Как вы скажете He Значит, быть вынужденным To be forced To do something Что вообще Force Это сила Есть такое выражение By force Это силой Они сделали это силой They did it by force Силой А здесь именно Получается Он вынужден был сдаться То есть, его заставили He was forced To surrender He was forced to surrender Значит, соответственно Его заставили Рассказать им этот секрет Его заставили He was forced Рассказать им To tell him To tell them Этот секрет This secret He was forced To tell them This secret И еще Последняя конструкция В этой связи Это, соответственно Есть такая конструкция Значит, заставить кого-то Что-то сделать Значит, want Это хочу А заставить Значит, Мои родители Заставили Изменить Меня Своё отношение К образованию Значит, заставить Эта конструкция Make Somebody Do something Обратите внимание Здесь без to Мои родители My parents Заставили Меня Made me Изменить Своё отношение Changed My attitude Attitude К образованию To education My parents Made me Change my attitude To education По умолчанию Используем Additude Здесь, видите Мы с вами знаем Что по умолчанию Инфинитив Требует To To do Но здесь Так же, как Конструкция Слад Помним To не нужно My parents Made me Change my attitude To education Далее Его жена Заставила его Найти Более Высоко Более Хорошо Оплачиваемую Работу Его жена His wife Заставила его Made him Найти Find Более Хорошо Оплачиваемую Работу A more Well Paid Job His wife Made him Find A more Well Paid Job Здесь есть Один Очень важный Момент Которым Вы должны Знать Если Эта Конструкция Употребляется В пассиве То есть To be Made Здесь Нужно Употреблять To To be Made To do Something То есть Если вы скажете Меня заставили Это сделать Вы скажете I was Made To do It I was Made To do It Его заставили Признаться He was Made To Confess He was Made To Confess Его Заставили Дать Им Эти Деньги He was Made Дать Им To Give Them Эти Деньги This Money He was Made To Give Them This Money Итак Посмотрим Еще раз На Наши Конструкции To Be Forced To Do Something He Was Forced To Surrender He Was Forced To Tell Them This Secret This Secret Or Her Secret This Secret Make Somebody Do Something My Parents Made Me Change My Adity To Education His Wife Made Him Find A More Well Paid Job To Be Made To Do Something I Was Made To Do It He Was Made To Confess He Was Made To Give Them This Money Подводя итог Теперь Когда Вы будете Читать Слышать Вы Будете Осознанно Обращать Внимание На Окончание Предлагательных Когда Иди Когда In In Тоже Важно Далее Обращать Внимание На Эти Конструкции Помните Что Конструкции Есть Которые Не Требуют To Инфинитива Это Конструкции Let Somebody Do Something И Конструкции Make Make Somebody Do Something Остальные Конструкции Требуют Как Вы Видите Будьте Внимательны Заставить Так Нам Не Нужно Если Это В Пассиве Как Здесь То Нужно Друзья Друзья I Think That We Need More Practice Okay Thanks For Understanding We Continue This Plotist